Всем добрый вечер! Это пилотный выпуск подкаста Ли Супер Дизайта Компания За Круглым Столом. Сегодня мы в этом пилотном выпуске расскажем о спорте, кинематографии, музыке, видеоиграх и не только. Вскоре наши следующие выпуски первого сезона будут разбиты на несколько тем, которые я сегодня перечислил. Ну а я начну наш пилотный выпуск подкаста с того, что я скажу некоторую информацию о нем. В этих выпусках подкаста где-то я буду один, а где-то мы будем обсуждать с нашими друзьями на районе, а где-то может быть и с известными людьми, которых я на своем опыте знаю. Иногда будут специальные выпуски подкаста, в которых мы расскажем об известных игровых конференциях. У нас в России это, как вы знаете, Игромир, а в зарубежных областях это Е3 и Gamescom. Что же касается пилотного выпуска подкаста, то мы готовы его начать. Итак, поехали! Вада крушит спорт в России. Вот казалось бы, почему это не влияет на Евро 2020, если мы выступаем под своим флагом и с гимном? А я вот что скажу, друзья. Так или иначе, но Всемирное Атентопинговое Агентство приняло рекомендацию отстранить нашу страну на ближайшие 4 года от чемпионатов мира, Олимпиад, Паралимпиад и прочего. Не знаю, коснется ли это Формула-1, хотя в любом случае это не должно касаться, но на это уходит 20 с лишним дней на апелляцию этого отстранения. Вот что хочу сказать в этой ситуации. Вада просто пи***лась. Просто пи***лась и отстранила нашу страну от всевозможных соревнований. Не знаю, коснется ли это Формула-1, но не должно это коснуться. Я, если честно, ожидал большего от Всемирного Атидопингового Агентства, но, к сожалению, то, что случилось, это послужит нам уроком из-за того, что многие спортсмены из России были замешаны в допинговых скандалах и так далее и тому подобное. Но если найдутся хорошие, чистые спортсмены, которые не были замешаны в допинговых скандалах, наша сборная поедет на Олимпиаду и без всякой рекомендации Всемирного Атидопингового Агентства. Да и вообще по итогу 2019 года я хочу сказать, что все у нас получится. Несмотря на эту страшнейшую рекомендацию отстранить нашу страну от всевозможных соревнований, но я еще раз повторюсь, это не влияет на Евро 2020, где мы будем выступать под своим флагом и под своим гимном, что немаловажно. А теперь о Еврокубках, что хочется сказать по итогу первой половины сегодняшних Еврокубков. Дело в том, что поскольку мы записываем подкаст, пилотный выпуск подкаста в тот момент, когда заканчивается первая половина розыгрыша Лиги Чемпионов, то в завершении группового этапа Лиги Чемпионов я могу сказать, что в группе Т и в группе G Зенит набрал 7 очков, а Локомотив только 4 очка. И, к сожалению, для нас это, увы, не проход дальше либо в Лигу Европы, либо дальше в 1-8 финал Лиги Чемпионов. В Лиге Европы практически такая же ситуация. Краснодар и ЦСКА на 3-й и 4-й позиции в разных группах. При том, что Краснодар еще может зацепиться. И если у них на пару с Хитафи по 9 очков, а у них, между прочим, завтра, поскольку мы записываем подкаст в эту среду, матч Х, то, к сожалению, для фанатов красно-синих я могу констатировать, что имея 2 очка 4-го места и потерю всех шансов в последних матчах с 3-мя очень сильными соперниками, увы, она не проходит дальше в раунд из 32 Лиги Европы UEFA 2019-2020. Но я еще раз повторюсь, продолжается футбольная жизнь и от этого никуда не уйдешь. Что же касается сезона 2019 Формулы 1, то я скажу, что он был завершен досрочной победой в чемпионате Льюиса Хэмилтона в США и досрочной победой в Кубке Конструкторов команда Mercedes в Японии на трассе Suzuka International. Для болельщиков Даниила Квята я хочу констатировать, что, имея подиум в Германии на трассе Хэггенхайм Ринг и несколько очковых результатов, не считая сходов и так далее, он сумел обойти по показателям подиумов Нику Халкенберга из Renault Sport, который провел около 9 сезонов за разные команды, но, к сожалению, уходит из Формулы 1 и пока не знает, где ему податься в следующей гоночной серии. Что же касается состава пилотов на 2020 год, то там состав сформирован, последний контракт подписал новичок сегодняшних соревнований, который в 2020 году будет выступать за Вильямс Мерседес, это канадец Николай Альатифи. Казалось бы, два канадца у нас будет в Перетоне в Формуле 1 в следующем году, они будут драться на равных кто с кем. Но давайте мы еще раз увидимся, что Racing Point BVT Mercedes явно быстрее Вильямс Мерседеса, и впервые Racing Point показала себя, что они быстрее Вильямсов и того же самого Роберта Кубитса и Джорджа Рассела, который провел квалификации на порядок лучше, чем сам Роберт Кубитса. Но не будем о сравнении пилотов, я просто скажу, что у нас в следующем году будут два новых ивента, один, правда, новый, а другой возвращается. Это первый новый ивент, это во Вьетнаме на уличной трассе в Ханое, и второй новый ивент это Голландия на обновленной трассе в Зандфорте. Зандфорд больше 30 лет не принимал Формулу-1 с 1985 года, и вот будет долгожданное возвращение. Многие ждали Зандфорд и его возвращение в календарь Гран-при Формулы-1, и вот может свершиться на наших с вами глазах. Ну что ж, об итогах 2019 года в спорте мы поговорили, переходим к теме видеоигр. Как вы знаете, многие ждут PlayStation 5 и Xbox Scarlett, но многие не знают, на каких носителях будут выходить игры. Все понимают, что на PlayStation 5 будет SSD накопитель с игрой, или какой-нибудь Blu-ray диск, опять же. Но эра Blu-ray дисков может пройти, и все могут переходить спокойно в цифровую эру, когда можно покупать игры только в цифре. Правда, мы не знаем, какие игры выйдут на PlayStation 5 и Xbox Scarlett. От этого зависит судьба самих разработчиков, топовых разработчиков, которые умеют и прислушиваются к своим потребителям. Плюс ко всему они делают времяпровождение обширным для геймера, чтобы ему было комфортнее играть, как в онлайне, так и в оффлайне. Вы все прекрасно помните из новостей о видеоигр и консоли, то что в четвертом квартале 2020 года выходят PlayStation 5 и Xbox Scarlett. Может быть Xbox 2, неважно как его будут называть, но в общем поживем увидим. А теперь что касается игр, в которые я играю, начиная с 2007 года на маленьких и с 2010 на больших консолях. Первая игра, которая у меня была на PlayStation Portable, это F1 Grand Prix про сезон Formula 1 2005 года. Если говорить о больших консолях, то первая игра на PS3 была FIFA 10, а первая игра на PS4 была FIFA 14. Но все вы знаете, что для нас происходит что-то первое в нашей жизни, это видеоигры, мультфильмы и так далее и тому подобное. Впрочем, не стоит об этом говорить. Мы рассказали о спорте и видеоиграх, переходим к кинематографии. Многие из вас в ноябре смотрели «Холодное сердце 2», и я расскажу немножко о сюжете этого мультфильма. Сюжет картины начинается с рассказа про зачарованный лес. Однажды племя Нортулдры и солдаты Эренделла заключили мир, последний паспорт для коренного народа плотину, но позже между странами развязалась война. Духи зачарованного леса, придя в ярость, прогнали войска Эренделла за пределы леса. После событий, рассказанных в первом фильме «Холодное сердце 1» проходит три года. Эльза начинает слышать таинственный голос, и следуя за ним, она случайно пробуждает духов зачарованного леса, чьи силы стали наводить панику на королевство Эренделл. Впоследствии, жители успевают эвакуировать. Дедушка Пэбби обращается к Эльзе с противоотправиться в лес, где она должна усмирить духов. Добравшись до леса, Эльза и ее сестра Анна, Кристоф, Олень Свен и снеговик Олав сталкиваются с духом воздуха в виде торнадо. Эльза уничтожает вихрь силы магии, затем герои встречают народ Нортулдры и войска Орденелла. Вскоре на обитателей зачарованного леса нападает дух огня. Пытаясь остановить природного элементала, Эльза видит, что дух огня безобидная волшебная сломандра. Эльза успокаивает ее и предотвращает лесной пожар. Эльза следует за таинственным голосом Нассера, обнаруживает место крушения корабля своих родителей и узнает, что они пытались добраться до реки в памяти Ахта-Холен. Эльза перебирается через темное море верхом на лошади духом воды и, наконец, добирается до реки. Сагадочным голосом, которым они в ходе всех событий фильма, был зов Идуна, ее матери. В воспоминаниях реки Эльза узнает, что его дедушка пытался навредить племени Нортулдры. Единственный способ освободить духов из очарованного леса, разрушить плотину, которая стала Эрденелла, построили еще много лет назад. Анна заманивает каменных великанов к плотине, заставляя их бросить в луны. Плотина рушится, затем весь водяной поток направляется в Эренделл. Эльза мчится верхом на лошади к королевству и спасает его от наводнения. Думаю, что сюжет картины вам понятен, длится он 103 минуты, вышел в прокат в Россию 28 ноября 2019 года, в Америке чуть раньше 22 ноября 2019 года. Писали музыку Роберт Лопес и Кристен Андерсон Лопес, музыка Кристофа Бека, нельзя не упомянуть. Режиссерами стали Крис Бак и Дженнифер Ли, а приквелами считались Холодное сердце 1, Холодное торжество, Лав и Холодное приключение. Итак, мы в этом пилотном выпуске подкаста мы упомянули три темы. Спорт, видеоигры и кинематография. В первом же нашем выпуске, возможно, с гостями, может быть, с дружками на районе мы расскажем ровно те же самые темы, но новости будут другие. Плюс ко всему куча инсайдов, которые мы принесем вам, и может быть вы даже их услышите. А на этом наш пилотный выпуск подкаста закончен. Поздравляю с предстоящими новогодними праздниками и увидимся ближе к следующему году, когда мы соберемся вместе и вы послушаете подкаст для Супер Дизета Компания за круглым столом. Увидимся! С вами был Супер Дизет. Пока!